МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Речь идет об изменениях в налоговый кодекс. Регионы могут свернуть льготу на движимое имущество с 1 января 2018 года. Связано это с тем, что Госдума в ноябре 2016 года внесла изменения в налоговый кодекс и передала решение вопроса о действии льготы на откуп субъектам Российской Федерации. Речь идет о том, что сейчас действует льгота на движимое имущество, а именно это оборудование. Сейчас предприятия, которые модернизируют свои производства, закупают оборудование, не платят на них налог на имущество. Все может измениться с 1 января 2018 года. И мы сегодня об этом говорим с Азизом Алиевичем Агаевым, директором аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Добрый день. С Ириной Горлачевой, финансовым директором кировского филиала «Пау Ростелеком». Ирина Владимировна, добрый день. Добрый день. Давайте третьего гостя тоже представлю. Павел Сырцев, директор компании «Элифан». Павел Николаевич, добрый день. Добрый день. Рад увидеть вас снова в нашей студии. Спасибо. Мы буквально после дам совещания, которое состоялось в Вятской торгово-промышленной палате, обсуждаем этот вопрос. Жарко обсуждалась тема. Высказывались ярко. Азиз Алиевич еще является представителем комитета по налогам и инвестициям Вятской торгово-промышленной палаты. Давайте начнем все-таки, вот разжуем. В чем суть-то, собственно? Что изменилось? Что меняется? Суть заключается в том, что принятое во время кризиса решение о необложении движимого, обращаю ваше внимание, движимого имущества, налогом на имущество, в связи с тем, что, видимо, кто-то на федеральном уровне понимал, что в такие моменты вообще устанавливать какие-то налоги дополнительно, это неправильно. И вообще, по своей сути, неправильно устанавливать налоги на движимое имущество, потому что движимое имущество – это то, что в конечном итоге повышает производительность труда, позволяет производить более качественную и более дешевую продукцию. Это средство производства? Это средство производства более интеллектуальное, скажем так, и так далее, способствует развитию, в том числе, человеческого капитала. Ну, и тут говорить можно о многом. И потом, в свое время, и президент, так сказать, выступая, говорил о том, что нужно вообще поставить точку увеличения налогового времени на бизнес. После этого принимается такое решение в Госдуме о том, чтобы движимое имущество не облагать ставка налога 2,2%, не облагать. И на самом деле это подействовало, откровенно скажем, вот в той ситуации, когда мы до сих пор ощущаем падение инвестиций в основные средства. Это подействовало, значит, в некоторой степени стимулирующе, потому что вот на моем примере я вижу много как бы предприятий, которые занимаются обновлением производства. Но иначе нельзя, если ты на долгую перспективу планируешь свою деятельность. Да, и вообще налог на имущество, я считаю, что это вообще нонсенс, его потихонечку вообще надо отменять. Почему? Потому что с экономической точки зрения налог на имущество это постоянный расход. А и Конституция нашей страны, и налоговый козьгис о том говорит, что налоги должны иметь экономическое обоснование, и тот, кто платит налог, должен иметь способность к уплате этого налога. И мы должны себе представлять ситуацию, когда у какого-либо предприятия по каким-либо рыночным причинам убыток, он все равно налог на имущество должен. То есть у него нет доходов, он налог на имущество все равно должен платить. Соответственно, это неконституционный так само по себе налог. То есть налоги мы должны платить только с того, что заработали, с доходов, которые мы заработали. И все-таки сейчас-то еще, простите, налог, он есть на движимое-то имущество? Вот сейчас? Сейчас его нет. Его нет. То есть налог есть, но предоставляется льгота? Сейчас его нету, и льгота будет, либо должна быть, либо не должна быть с 1 января 2018 года. Налоговый кодекс Российской Федерации это там уже изменение, но еще вопрос в том, что на местном уровне, регионы могут оставить льготу, а могут заставить платить. И тут я хочу еще про одну хитрость сказать вам, которую федеральные законодатели устроили. Они, законодательно закрепив такую ситуацию, когда регионы якобы должны представлять, они заняли очень такую интересную позицию. Ну, вы знаете, это не мы, типа налог установили, а его будут устанавливать регионы. При этом мы с вами прекрасно знаем, что значит, учитывая, что большинство регионов России дотационные, значит, ежегодно идут переговоры, значит, министерством финансов о том, какой объем дотации тот или иной регион будет получать. И Минфин всегда говорит, так, мол, налоги по полной программе, тогда будут дотации. Типа, вы свои местные резервы используете, пожалуйста, тогда мы вам дадим дотации. И вот это вот двусмысленная позиция местных законодателей. Вообще надо, как бы, рано или поздно там точку ставить, это уже вопрос там политический, да, вот, чтобы на такие торги вообще органы местной власти вообще с Минфином не шли, потому что, что означает, мы по максимальной ставке, раз мы дотационные, будем устанавливать. Это означает, что наш климат деловой будет хуже, чем климат деловой богатых регионов. И мы снова с вами придем к афоризму, или не афоризму, или присказке. Богатые становятся богаче, бедные беднее. Потому что создается ситуация конкуренции регионов, а бизнес, как и человек, всегда ищет, где глубже, и где ему лучше, и просто идет и регистрируется, значит, в том регионе, где ему элементарно лучше работать. Ази Савельевич, а вот скажите, пожалуйста, вы получали какую-то связь обратную от правительства на тему того, собираются они устанавливать налог, в каком объеме собираются, либо будет действовать льгота на территории Кировской области? Я участвовал вот в этом совмещании, я не говорю от имени торгово-промышленной палаты, я свое мнение высказываю, и там участвовали два ИО, министра экономики, министра экономического развития и министра финансов. Значит, они, собственно говоря, свою позицию изложили, достаточно последовательно, логично, вот, но хочу вам сказать, что их позиция мало отличается от позиции министерства экономического развития и финансов предыдущего правительства, на чем на сегодняшний день нет расчетов, значит, если вдруг этот налог будет установлен, то в итоге, значит, в экономической и налоговой ситуации, что мы получим? Они считают только прямой доход, который может быть получен от внедрения, значит, этого налога. В областной бюджет? В областной бюджет. В областной бюджет. Это наши региональные налоги. Да, да, да. И о какой сумме идет речь? Что-то около 570 миллионов они назвали. Более полумиллиарда рублей, да? Да. И вот когда это назвали, мы примерно нам посчитали, примерно каждое предприятие тратит на обновление своего производства, вот, то, как они посчитали, они примерно по миллиону, как бы, вот, в итоге. С чего они решили? Ну, мы там посчитали, исходя из этих, я сейчас точно порядок цифр как бы не помню, но, что каждое предприятие, кто может воспользоваться этой льготой, он примерно миллион тратит на обновление производства. То есть, в этой ситуации будет ли у них стимул? Но это даже не самый главный. То есть, какие мы последствия можем получить? Если я дополнительно какую-то сумму должен буду изъять из предприятия, то я должен найти источник. Значит, мы с вами прекрасно знаем, что сегодня... Покупатель, потребитель, перекладывать в стоимость товара, услуги. Да, сегодня источника в виде банковских кредитов нет для инвестиций долгосрочных, нет их просто-напросто, да. Государство не создало условия для таких. И когда вы говорите потребитель, значит, в ситуации, когда уже и на пищевую продукцию падает спрос, я уже не говорю о промтоварных продукциях, там бы у нас были люди, которые говорили о том, что на пищевую люди переходят с более качественного продукта на менее качественные продукты, потому что у людей денег нет. О каком спросе и потребителе вы говорите, дорогой Володя? То есть, речь идет о том, что этого источника на сегодняшний день тоже нет как таковой. То есть, невозможно за счет потребителя взять этот налог и уплатить в бюджет. Понимаете? То есть, это подействует стагнирующе на инвестиции, а, соответственно, на обновление и, соответственно, на нашу конкурентоспособность не только как регион, а как страны вообще в мире. Понимаете? Вот что больше всего, как бы... Понятно, что это не задача там Министерства экономического развития и финансов Кировской области думать о таких проблемах, как выглядит там Россия на фоне других. А почему бы с другой стороны нет. Каждый же гражданин своего государства... То есть, это такой удар-поддых бизнесу. Ну, даже не то, что удар-поддых, а это такой сбивающий с ног, такой в затылок, в задницу. Да, именно так. Незаметно подкралися. Бомс. Я вот лично именно так и как бы оцениваю вот эту ситуацию. В результате мы что получим? Мы падение инвестиций получим? Однозначно. Эффект будет. Дальше. Для того, чтобы мы уменьшение заработной платы или, по крайней мере, не увеличение заработной платы мы получим, потому что где-то предприниматель должен найти источник для уплаты этого налога. Где он найдет? Где он возьмет эти деньги? Он возьмет в заработной плате. Значит, что нам дает уменьшение заработной платы? Уменьшение совокупного спроса. Уменьшение совокупного спроса, как действует на экономику? Уже не нужно тут никому ничего объяснять. Дальше есть второй вариант, что люди... Давайте мы к нему все-таки после паузы небольшой. У нас в это время предусмотрен перерывчик. Мы скоро продолжим. Да, мы вернемся в студию и спросим бизнес, как же они к этому относятся. Мы возвращаемся в эфир этой программы «Дневной разворот». Обсуждаем мы сегодня налог на имущество для предприятий. Движимое имущество. Да, налог на движимое имущество для предприятий. И сейчас очень хочется спросить Ирину Владимировну Горлачеву, финансового директора кировского филиала PowerRostelecom, как отразится на вашей компании отмена этой льготы. Возможная отмена. Возможная отмена этой льготы, чем она для вас обернется. Спасибо. Да, действительно, вот эта льгота, она очень хорошая поддержка для предпринимательства, но в том числе и для нашей компании. Конечно, для нас годовой объем потери льготы в глобальном масштабе, если говорить о тех инвестициях, которые мы вкладываем в развитие области, это, конечно, не сказать, чтобы значительно, но порядка 6% составит. То есть 17 миллионов рублей ежегодно. Но это деньги, которые мы вкладывали в развитие области. То есть на сегодняшний день мы должны будем все равно пересмотреть свои инвест-программы и посмотреть, целесообразно ли нам вкладываться в менее эффективные проекты для нас. То есть мы будем концентрированы, конечно, уже стараться... Сделайте акцент. Рассмотрим, целесообразно ли вкладывать деньги в развитие. Понимаете, да? Ключевой момент. Я хочу отметить, что правильно речь шла о том, что потери не только в инвестициях. То есть мы не говорим только о том, что мы будем меньше развиваться. А вообще для компании с госучастием очень ключевым является момент, что государство не посчитает необходимым снижать эффективность бизнеса. То есть мы все равно обязаны обеспечить тот уровень прибыли, который государство нас ждет. И мы это будем делать. И это, опять же, говоря о том, как это повлияет на бизнес, за этим стоит сокращение издержек. А сокращение издержек это либо сокращение персонала? Это, соответственно, правильно. Это сокращение затрат на зарплату, может быть. Это сокращение однозначно закупок, в том числе уместного предпринимательства. То есть для территории Кировской области это тоже как-то негативно скажется. Потому что компания Ростелеком с большими объемами, с большими масштабами, то есть мы много делаем закупок. И в какой-то степени это может повлиять. Я не говорю, что, конечно, это надо будет более детально изучать и смотреть. Но вот такая есть проблема. Но она касается не только компании Ростелеком, но касается всех, наверное, компаний с госучастием, где есть требования по эффективности бизнеса. По вашей компании вариант увеличения стоимости услуги? Или тоже некуда, как уже Ростелек сказал? Нет, здесь все-таки рыночная позиция. То есть мы, если говорить про наши услуги, конечно же, мы не можем просто так действовать, брать и изменять цены. Естественно, что нет. Потому что есть рынок, есть наши партнеры в этом бизнесе. Поэтому именно в нашем случае, скорее всего, нет. А если мы говорим про предприятия региона, то некоторым просто некуда будет деваться, им придется это сделать. Ну, как и по продуктам питания говорили, там и так далее. А почему вы сказали, кстати, 6%? От оборота, да? Это сумма 6% от оборота? Нет, это наша сумма потери льготы по налогу на плюс. То есть дополнительная нагрузка, это на общий объем инвестиций наш, который мы на территории Кировского оборота. Нет, вы сказали 2,2%. Просто вы сказали, у меня не сходится. Нет, нет, нет. Ставка налога 2,2%. А Ирина Владимировна говорила про 6% от инвест-программы. Да. Правильно? Да. Но, кстати, вот когда мы встречались в торгово-промышленной палате, Минэкономразвитии делали акцент на том, что компании региона могут пользоваться инвестиционной льготой, которая есть по налогу на имущество. По приоритетным проектам. Да, да. По приоритетным проектам. Это называется для частных инвесторов. Здесь нужно сказать, что... Куда связь, кстати, входит. Да, входит. Но вот поскольку у нас была такая льгота, то мы заявлялись ранее по таким проектам. Но я хочу сказать, что там есть предел планка 40 миллионов рублей, и не каждая компания может себе позволить зайти на эту льготу. Просто планка, которая не все, скажем, крупные инвесторы только могут себе позволить. Это, конечно, очень хорошая поддержка со стороны правительства Киркской области частному бизнесу. Но вот не все предприятия могут ей это воспользоваться. Там, кстати, было сказано... Да, да, да. Там сказано было, кстати, что 14, по-моему, пользуются фирмой. Да, да, да. Эта компания. И то речь идет, да, действительно, об очень крупном бизнесе. То есть это не альтернатива, так скажем. Ну, обсуждение это прозвучало, что, в принципе, отмена этой льготы позволит больше компаниям обратить внимание вот на льготу по налогонимущественно различных инвесторов и заявляться на нее. Ну, здесь нужно сказать, что не все могут себе позволить это сделать. Павел Николаевич, подключайтесь. Ну, у Вашей компании расклад уже предварительно какой-то известен, если решение будет принято. Конечно, это неприятный фактор. И если мы прикинули за три года, с 2013 года, то, что объем инвестиций, который был сделан, там, порядка 50 миллионов рублей, то есть мы, ну, в пределах полутора миллионов рублей сэкономили за время действия вот этой льготы. И хоть и оборудование амортизируется, и что-то меняется, что-то вводится, сама программа менялась, методика расчетов, там, то входили компьютеры, там, то не... Ну, естественно, оживая. И те изменения, которые в рамках действия там накладывали свои отпечатки, то есть сейчас, если это будет передано уже на откуп региональной власти, и я здесь полностью согласен, конечно, с мнением Азиза Ильича, требования московско-федеральных структур взымать по дотационным регионам максимально количество налогов, все ресурсы, которые задействованы в регионах, требования, они, к сожалению, именно таким образом складываются, что все ресурсы должны быть задействованы именно на территории. Тогда дополнительные дотации, дополнительные возможности финансирования региональных бюджетов возможны. Для нас это, ну, я считаю, что ощутимая сумма, которая может быть, ну, опять же, дополнительным служить источником инвестиций в основное производство. Альтернативные какие-то компромиссные варианты обсуждались? Или ваше предложение? Ну, чтобы ни нашим, ни вашим, а вот такой средний какой-то вариант. Обсуждались, да. Такие варианты обсуждались. Но, вы знаете, любой компромиссный вариант, он должен быть на чем-то основан. То есть, вот, ну, мое глубокое убеждение, что эта налога вообще не должно быть. Согласен абсолютно. Вообще не должно быть. Потому что этот налог не связан с результатами нашей деятельности. Понятно, я говорю, да? Согласен, согласен. То есть, любые налоги должны зависеть от результата. Этот налог никак не связан. То есть, государство говорит, да мне все равно, хорошо тебе, плохо тебе. Создал я тебе условия. Не создал условия. Плати столько и все. А для того, чтобы какая-то альтернатива была, должен быть расчет сделан со стороны правительства. То есть, когда я говорил, что вот уменьшится зарплата, например, уменьшение зарплат напрямую бьет по региональному бюджету. Подходный налог. Ну, налог на доход. В общем, стоит ли овчинка выделки? Да, конечно. То есть, это все должно быть рассчитано. И тогда мы можем разговаривать там о 0,1 проценте, там 0,2 процента, 3,4 там и так далее. То есть, нужно понять, почему. Да и вообще сама ставка 2,2. Я почему говорю, что не привязана к результату? Почему не 10 процентов? Да, интересны просто цифры. Почему? Откуда делать? Ну, кто-то там в центре подумал, что, ну, хорошо, вот у нас там исторический и так далее было там. Это в советское время рассчитано. Ну, это да, в большей степени вот эти пережитки определенные, которые действуют на сегодняшний день, не только даже по этим налогам. Кстати, накануне мониторил ситуацию, смотрел в интернете. Сейчас, на самом деле, во многих регионах этим озабочены. Как раз таки вот я видел ситуацию по Свердловской области. В Свердловской области буквально накануне было принято решение где-то в начале или в середине лета о том, что льгота эта остается, но якобы будет пересмотрен список предприятий, кто подпадает под эту льготу. Ну, значит, они определили приоритеты. И это тоже, ну, как бы важно. Тоже вариант. И это тоже вариант. Ну, давайте обсуждать тогда приоритеты. Но власть-то все равно эти вопросы должна обсуждать с нами. Хотя бы ориентироваться, от какой суммы идет исчисление данного налога в объеме инвестиций. Да, потому что, вот у меня, например, недавно предприниматель был, он пришел и говорит, я посчитал, что, ну, это его расчеты, он говорит, я посчитал, что каждый человек для того, чтобы государство содержать в том виде, в том числе с правоохранительными органами, с контролирующими, должен платить примерно 120 тысяч, значит, в любые бюджеты в итоге. Я, говорит, плачу 30 раз больше. Но я хочу уже, хорошо, 120 тысяч я вам прощаю, которые я должен, а все, что сверх того, я вообще хочу понять, куда вы их направляете. Азиз Алиевич, вот у нас сейчас есть на связи Сергей Николаевич Киселев, президент компании движения нефтепродукт. Давайте поговорим с ним, Сергей Николаевич. Я слушаю, я думаю. Да, говорите громче, пожалуйста. Мы хотим услышать вашу позицию. Вы вот уже по своей компании, по своему предприятию просчитали, просчитали итог, такой денежный итог того, если все-таки льгота на движимое имущество будет отменена. Как на вас это отразится? Да, у нас цифры есть. Мы заплатим дополнительно около 5 миллионов рублей. Ежегодно? Ежегодно, да. Ежегодно. А скажите, пожалуйста, насколько это критичная сумма для вашего предприятия? У нас в студии сейчас находится финансовый директор кировского филиала Ростелекома. У них 17 миллионов рублей возможная дополнительная сумма, что составляет 6% от инвест-программы. Вот для вашей компании насколько эта сумма критична? 5 миллионов. Ну, здесь надо понимать, что сумма для нас не критична, но этот налог – это константа. То есть если брать налог на прибыль, то он платится от прибыли, которую получает компания. А здесь независимо от того, получил ты ее, не получил, эти 5 миллионов нужно отдавать. Что несправедливо, на ваш взгляд, да? Экономически не опасно. Скажите, пожалуйста, если вдруг льгота будет отменена, вот эти дополнительные 5 миллионов рублей, где возьмете? Из собственной прибыли? Либо повысите цены, либо будете сокращать издержки? Ну, мы будем и издержки сокращать, и, собственно, прибыли платить. Здесь немножко другое. Острейшей проблемой России считается огромная разница регионов по уровню социально-экономическому развитию. Рядом большинство регионов России дотационные. Именно у них возникает, в первую очередь, соблазн обмен на льготы. А вот регионы богатые могут уйти по другому пути и сохранить льготу. Сложится довольно интересная картина. Налогово-накрузка в бедных регионах, где его и так мало. Станут еще беднее, а богатые-богаче. Такое расслоение регионов. Скажите, пожалуйста, а вы не рассматривали для своей компании регистрацию в каком-то другом регионе? Ну вот, мы пока не рассматривали, но соблазн есть. Я думаю, что если будут регионы с нулевым налогом на движение имущества, то бизнес пойдет туда. Кроме этого, будут делать срабление бизнеса, уходить, переводить имущество на физлиц, будут уходить в оборщенки. Ну то есть, ничего хорошего это не переведет. Сергей Николаевич, а для понимания, ваша компания, которую вы возглавляете, сколько в бюджет региональный перечисляет налогов? Порядка 60 миллионов в год. 60 миллионов в год? Да. Ну, надо еще вспомнить о том, что вы все-таки являетесь депутатом законодательного собрания Кировской области, и, насколько мы понимаем, через вас ведь будет проходить, да? Вам придется голосовать, принимать или не принимать. Конечно, мы будем обсуждать. Да, будете обсуждать. Сергей Николаевич, рука дрогнет, чтобы принять это. Вы будете голосовать за или будете голосовать против, если уж так вот конкретно поспрашиваете? Я буду голосовать против. Правильно. Против. Спасибо, Сергей Николаевич. Да, на этом мы благодарим Сергея Николаевича Киселева, президента компании «Ближение нефтепродукт». Спасибо вам большое за ваше мнение, за то, что нашли возможность с нами поговорить. Спасибо большое. У нас сейчас будет небольшая реклама, после чего мы будем пытаться связываться с еще одним действующим депутатом законодательного собрания Кировской области и специалистом по налогам, Владимир Гавриловичем Бакиным, но это через минуту. Продолжается наша беседа. Напомню, что в гостях у нас Павел Сырцев, директор компании «Элефант», Ирина Горлачева, финансовый директор кировского филиала «Пауэроз Телеком» и Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Инфорум», председатель комитета по налогам и инвестициям, Ведско-торгово-промышленные палаты. Мы продолжаем нашу беседу. Вот у нас сейчас на телефонной связи Владимир Бакин, председатель комитета по бюджету, налогам и иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств Заксобрания Кировской области. Владимир Гаврилович, добрый день. Добрый день. Горячо мы здесь обсуждаем принятие или не принятие поправок на уровне уже региона, на уровне Заксобрания, быть налогу, льготе, вернее, по налогу на движимое имущество или не быть. Представляю, что горячо. Да, горячо, горячо. Мы хотели бы все-таки по законодательным процедурам, когда Заксобрание приступит к обсуждению данного вопроса? На комитете? Доброе письмо поступило в законодательное собрание буквально на прошлой неделе с предложением от бизнес-сообщества рассмотреть данный вопрос, переданный федеральной властью на уровень регионов. Так, мы это поняли. То есть это принятие решения о льготировании налога на имущество, на движимое имущество. С 2013 года по настоящее время, точнее по прошлый год, эту льготу предоставлял федеральный законодатель. И этой льготой пользовались все, кто имеет категорию собственник движимого имущества. Сегодня федеральный законодатель передал эту функцию региональным властям. Когда наш парламент, когда вы с коллегами приступите к обсуждению данной темы? Я думаю, что мы вместе с бизнес-сообществом создадим рабочую группу. Я не склонен говорить о том, что у нас сегодня ситуация такова, что мы можем всем и поголовно такую преференцию предоставить. Но для инвест-проектов, которые будут представляться в правительстве Кировской области, может быть рассмотрен вопрос по льготированию как всего основного имущества, так и движимого. Такие два закона у нас действуют, они не отменены. Но тем не менее, что сейчас функции переданы на региональную власть, я считаю, что возможно рассматривать по категории инвесторы и предоставлять преференции по данному виду налога. Почему я так? А кто уже оборудование купил и вложил средства? Я представляю, что такое там не надо. Это Павел Сырцев, Владимир Гаврилович, да. Да, потому что в принципе, вот если так для всей категории, то это просто не поступившие средства в бюджет. Если рассматривать категорию инвесторов, то произойдет еще с подписанием соглашений, как-то предусмотренного по тем законам, произойдет некое перемещение с одного вида налога на другое, чтобы региональный бюджет в этом случае не страдал от недопоступления. Потому что ситуация с наполнением и исполнением бюджетных обязательств в области весьма сложные. Наверное, в рамках этой передачи, наверное, нет смысла рассказывать, какие у нас сложности и так далее. Владимир Гаврилович. Повторяю, что рассмотрение возможно, принятие решения тоже возможно. В каком виде это будет? Ну, будем обсуждать на рабочей группе. А скажите, пожалуйста, вот мы говорим, возможно, те, кто инвестпроектами, да, приоритетными занимаются полученные в годах. Да, я склонен к тому, чтобы было замещение. Если мы предоставляем преференции по налогу на имущество, то мы должны получить хотя бы какие-то плюсы с того же налога на прибыль. Ведь это правомерно, так говорить. Правомерно? Гости наши. Владимир Гаврилович, с одной стороны... Азис Агаев, да. Я слышу. Да, с одной стороны... Да, да. С одной стороны правомерно, с другой стороны вы должны учитывать, что это достаточно невосполнимое бремя уже на бюджет бизнеса, так сказать. Потому что уплата этого налога... Азис Агаев, вы рассматриваете эту ситуацию со стороны налогоплательщиков. Нам приходится рассматривать эту ситуацию как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны исполнения бюджетных обязательств. Да мы тоже рассматриваем с двух сторон, Владимир Гаврилович. Мы же с вами встречались, и вы же высказали свою тему. Мы хотим, чтобы слушатели тоже были в курсе, потому что социально значимая тема. Мы-то друг друга хорошо с вами понимаем, но ситуация такая, что... Ну, Алиса Альевич, если мы друг друга понимаем, то есть смысл собирать рабочую группу и находить взаимно приемлемое решение по этому вопросу. Ну, хорошее предложение. Можно вопрос задать Владимиру Гавриловичу? Вы сейчас говорите о сохранении данной льготы для инвесторов. Вот масштаб этих инвестиций, вы понимаете, допустим, сколько... Нет, у нас, значит, когда действующий закон, действующий закон по налогу на имущество, он действует и не отменен, там есть критерии объема инвестиций. Здесь подвижимую имущество можно рассмотреть по-другому. То недвижимое имущество, которое идет на реконструкцию, на совершенство, на модернизацию производства и так далее. И здесь рассматривать, положим, по категории, там, в миллионах рублей, наверное, нет смысла. Это будут другие цифры, это будет другой подход, но этот подход возможен. А скажите, пожалуйста, оценили ли вы, сколько дополнительно денег может получить бюджет Кировской области в том случае, если на территории нашего региона данная льгота будет отменена? Данная льгота будет сохранена или не будет ее, да? Да-да-да. Сколько дополнительно денег привлечете в бюджет? Стоит эта льгота 600 миллионов рублей. А стоит ли овчинка выделки? Нет. Для тех предприятий, для тех инвесторов, которые сегодня при изменении правил игры, а это, я считаю, изменение правил игры, происшедших в прошлый год, и они включились в какой-то инвестиционный проект, они получили сегодня дополнительные расходы, на которые они рассчитывали. Вот принятие такого решения, ну, смягчит ситуацию по таким предприятиям. Нет, я спрашиваю о том, что бизнес в регионе, в принципе, себя не очень хорошо чувствует. Мы все понимаем, что и у бюджета проблемы, и у бизнеса проблемы. И если здесь мы возьмем дополнительно там 600 миллионов рублей из бизнеса, не получится ли так, что... Нет, нет, нет. Я сказал, сколько стоит эта 100% преференция? 600 миллионов. Мы говорим о том, что подход в этом виде налога должен быть несколько конкретизирован категорией, ну, на мой взгляд, инвесторами. Так, подождите, 600 миллионов, вы имеете в виду, это объем инвестиций, который должен вложить... 500 миллионов, это объем налога, который мы получим, если... Ну, 570 миллионов. Да, я об этом исправила, да. Ну, если получите в одном месте, потеряете в другом. Я в этом уверен. Я об этом не говорю, ну, что ты меня-то... Я, наверное, сказал, о чем можно говорить на рабочей группе. Ты, надеюсь, понял об этом, о чем я сказал? Это прошлое беседу. Приличные встречи, да? Да, 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 давайте обсудим это. Так будет, не будет, принят, Владимир Гаврилович. Как решат депутаты или, не знаю, как... Почему? Письмо принес Липатников в пятницу. Оставлено оно в законодательном собрании и будет рассматриваться. То есть пока какой-то предварительной позиции ЗАГС собрания по этому вопросу мы озвучить не можем? Можете озвучить только лично мою. Потому что по-другому мы никаким образом не обсуждали. А ваше личное мнение? Я сказал, что я очень подробно. Ну, вам высказал уже, да, Владимир Гаврилович. Там еще будет позиция Минфином. Спасибо большое за ваше мнение. Это был Владимир Гаврилович. Владимир Гаврилович Бакин, председатель комитета по бюджету, налогам и иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств ЗАГС собрания Кировской области. Сейчас у нас будет еще один звонок. Мы будем звонить Василию Сураеву, генеральному директору Кировского молочного комбината. Знаем прекрасно, что это предприятие тоже очень активно вкладывается в обновление своих ресурсов. Исалич, поясните, пожалуйста, преференции могут там остаться тем, кто инвестпроектами занимается. А их сколько вообще в общей массе бизнеса? Ну, там на заседании прозвучала официальная информация, что 14 предприятий там пользуются, так сказать. Нет, много, мало. Может, их 10%, остальные 90%. Желание предоставить инвесторам какие-то суммы и так далее. А остальные, которые обновляют свое производство и... Нет, а представить в процентном соотношении, кого больше, кого меньше. За бортом-то больше остается? Здесь ведь еще момент очень важен. То есть, если ты в прошлом году сделал инвестиции, то есть ты не планируешь инвестиции в этом году, в следующем, ты должен хотя бы инвестиции отработать. Тут речь не идет о налоге на прибыль, потому что это очень сложный период внедрения... Вернуть вложенное бы. Конечно, конечно. И получается, что об этих предприятиях, которые вчера забыли, они, может, послезавтра снова бы... Нет, нет, Владимир Гаврилович сказал, что он об этом как бы помнит. Вы услышали, что он сказал, что да, надо там... Но я думаю, что не будет этого в интересах бизнеса. Вот с учетом позиции вот этой политической партии не будет решаться. У нас есть сейчас на связи Василий Куприянович Сураев, генеральный директор Кировского молочного комбината. Василий Куприянович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Очень интересует ваша позиция как руководителя одного из крупнейших предприятий Кировской области по данному вопросу. Если все-таки льгота будет по движимому имуществу отменена, то что будет с вашим предприятием? Это будет проблема. Это будет регресс во всех отраслях промышленности, включая и машиностроение, то есть и обрабатывающие предприятия, и предприятия стройиндустрии, и вообще вся экономика. Это будет шаг назад, потому что это налог против прогресса. Налог вводится ведь на активную часть основных фондов. Да, 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 совершенно верно. А достигается конкурентоспособность производства, технологичность и производительность труда при наличии современного оборудования. То есть предприятия будут вынуждены экономить, решать. Экономик будет не только на приобретение оборудования, придется экономить и на заработной плате работников, ужиматься, и это окажет негативное влияние в целом на всю экономику области. Ну, в том числе и на бюджет, не будет налога на доходы. И на бюджет, потому что если кто считает, что прямым счетом бюджет придет больше, то придет больше здесь, меньше будет НДФЛ, меньше будет введено основных фондов, меньше будет предприятием стройиндустрии и монтажным организациям работы, меньше будет от них налогов. И меньше будет базы по налогу на прибыль. Да, и меньше будет база по налогу на прибыль и по налогу на НДФЛ, которые полностью остаются в области. А по молочному комбинату, Василий Куприянович, есть какой-то расклад? По молочному комбинату сумма будет достаточно серьезной для нас. Если это будут поставки 2,2% годовых, то это будет сумма превышать 11 миллионов рублей. Это огромная сумма для комбината. — Василий Куприянович, спасибо вам за ваше мнение. Это был Василий Куприянович Сураев, генеральный директор Кировского молочного комбината. Благодарим вас за то, что нашли возможность с нами поговорить. — Да, но нам пора завершать на такой тревожной ноте беседу все-таки. Я думаю, когда вопрос на базе ЗАГС-собрания будет обсуждаться, вы будете принимать участие, да? — Ну, если пригласят, будем принимать участие. Не пригласят. С другой стороны, иногда бывает так, что если у меня будут сведения о том, что на фракции Единая Россия уже решение принято, а все остальные мнения неправильные, что там делать, что обсуждать-то? Надо же себя уважать, как бы идти на обсуждение, когда уже решение. — Но вы имеете в виду, что большинство голосов, и они могут ни с кем не считаться? — Да, они не считаются ни с кем, когда им надо принять решение. — Основная площадка, которая может быть для обсуждения, это торгово-промышленная палата, которая инициировала данное письмо. — Ну и можно и на совете хозяйственных руководителей — Конечно, конечно, этот момент надо постоянно обсуждать, будировать, и тогда, может быть, что-то изменится. — Нужно просто всем иметь в виду, что принятие закона в таком виде, в каком он планируется, установление или отмена льготы, как мы говорим, то оно приведет, реально приведет к падению инвестиций, но хуже всего, что оно приведет к падению, еще большему падению доверия к власти, стороны бизнеса, и вообще, что этот налог сам по себе несправедливый, и не нужно умножать эту несправедливость. — Вот на этом нам нужно завершить. Мы обсуждали сегодня в эфире возможную отмену льготы на движимое имущество для предприятий. В студии у нас были Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ», Ирина Горлачева, финансовый директор кировского филиала «Пау Ростелеком», и Павел Сырцев, директор компании «Элефант». Всем спасибо, удачи в делах. — Всего доброго. — Всего доброго. — Спасибо.